Доброе здоровье, уважаемые посетители моего канала! Сегодня поработаем с вашими комментариями, упоминаниями и даже письмами. Но сначала у меня настроение несколько такое лирическое, поэтическое и прочее-прочее. Помните мое стихотворение? Я его попробую пропить. Белый, белый снег на землю, белый снег на землю ляжет, Белый снег на землю ляжет, и грехи мои замажет. Снова чисто, снова ново, и душа запить готова. Про любовь и доброту, нежность, силу, красоту. Про любовь и доброту, нежность, силу, красоту. Все, что в небо увлекает, и с Творцом соединяет. Все, что в небо увлекает, и с Творцом соединяет. Комментарии, упоминания. Итак, начнем. Ага, так, варикоз, обзор и рекомендация. Вы знаете, так, есть, есть такие вот, какой-то, Юрий Манн, Юрий Джманн. Ну, где-то так, извините, если я так читаю. Так, кроме как перекись водорода, ничего не работает, это на варикозе. Мадам Терновская уже давно и успешно делает капельницы и восстанавливает к обращению нижних конечностей, все остальное болтовня и бесполезная трата времени. Ха-ха-ха-ха, ну, это посмешно. Но вот мадам Терновская делает. А вы, Юрий, делаете? Как это делать? Вы знаете? Остальные могут сделать капельницу с перекись водорода. Я не возражаю. Может, она и там помогает. Если ты знаешь механизм действия, как это все там работает. Возможно, это и работает. Возможно, это работает. И смотрите, все остальное болтовня и бесполезная трата времени. Вот так, вот так. Значит, смотрите, мадам Терновская давно и успешно делает капельницы, восстанавливает кровообращение нижних конечностей. А на причину мадам Терновская влияет? Влияет вот это вот перекись водорода? То есть, есть какая-то причина, которая, которая, Ферштейн или не Ферштейн, которая приводит к тому, что кровообращение замедляется. Оно замедляется. Либо вы будете, грубо говоря, ну это так, знаете, как бы сказать, такой вариант. Либо вы будете постоянно сидеть на капельницах, восстанавливать свое кровообращение. Либо вы все-таки подумайте своей головой, как сделать свою жизнь такой, чтобы у вас не было застоя крови. И, знаете, вот как-то ни на причине, ни на следствию, ничего. Вот это мадам Терновская и все. Это называется, я называю, на отвали. Отвали. Вот тебе капельницы. Вот, мани, 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 мани. И усе. Тай, дай, ра, дай, 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 дам. Тай, дари, дари, дай, 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 дам, дай. Ра, ба, би, бай, бам. А вот другое, значит, керосин и соды видосик. Так, знаете, тоже, вот буквально таки, на отвали. Здравствуйте. При раке яичников что применять? Или, а, принимать. Я только вчера узнал про керосин. Пожалуйста, что посоветую, с чего начать? Вдруг у вас этот, как бы сказать, рак яичников, есть следствие чего-то. Чего-то следствие. Да хотя бы тех же запоров, допустим. Не, нам не надо знать, что там какие-то следствия, что есть какие-то причины, что есть... У меня есть рак яичников. Можно керосин хлебать или нельзя его хлебать? Понимаете, важно понимать, что, для чего и как работает. Вот тогда будет то. А если это не понимать, ну, увы. А-дам-чам-джубу-рюбу-джум-джум, ничего не будет. Далее, 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 так, далее. От этого на мой кладоискатель-дрессировщик это просто так выложил в видосик, чтобы вы просто посмотрели, ни о чем не думали и как-то отдохнули. Пользователь ответил, в Багдаде все спокойно. Ну, у нас на диком поле вроде все спокойно. Так, а че что, наверное, было? Сообщение не выбрано. Было все выбрано, было все сделано. Ну, ладно, начнем. Начнем, начнем. Эй, жизнь моя, жестянка! А ну ее, болото Сержио. Сержем, ну, плотно, можно так сказать, занимаемся, каждый день, по несколько раз в день, видосы, отчеты и так далее, и тому подобное, вот он тут пишет, 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 снимает, всё там такое, я ему тут отвечаю, сначала отвечал развернуто, потом начал кратко, и, как говорится, советую, советую. Это всё за 13 февраля, вот это я вам всё это показываю, за 13 февраля, значит, смотрите, вот он сегодня написал, я вам рассказывал про тмин, я вам рассказывал немножко про гвоздику, что, для чего и как принимать. Для того, чтобы погнать паразитов из тонкого кишечника, и тмин, и гвоздику мы просто глотаем, глотаем, там, запили, там, грубо говоря, с борщом, супом, там, со вторым, и пятое, и десятое, и пускай она там работает. То есть нам надо, чтобы она, и тмин, и гвоздика через желудок прошли, так, грубо говоря, с минимумом каких-то изменений, и не действовали раздражающе на наш желудок. Потому что это довольно-таки агрессивная вещь, особенно гвоздика, если её размолоть. Вот, всё это я, так сказать, говорил, 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 и он делал, 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 вроде как, делал, всё это присылал, это. Итак, значит, утренний отчёт. Доброе утро, многоуважаемый вагоновожатый, пишу вам отчёт за день, так, и утро 13, за вчерашний вечер ничего не ел, молодец, так, заснул в 22.10, фантастика. А я как раз говорю, так, вот, где-то в 6-7 ты должен вставать, днём не ложиться спать, для того, чтобы ты вошёл в нормальные ритмы, грубо говоря, сна и бодрствования. Чтоб всё это вовремя. Я так уже полжизни не досыпал, ура, ну-ну-ну-ну-ну, ну, как бы сказать, ну вы же немножечко своей головой думаете, вот как что-то там нормализовать. Ну ладно, давайте дальше. Но проснулся в 4 часа, так зато проспал почти 6 часов. И вот главное теперь. Молотую гвоздику и тмин в еду добавлять не буду, от них долго болит желудок, возникает ощущение давящей изжоги. Когда глотаешь, запиваешь водой целые семена, проходят без проблем, а в молотой или пережёванном виде дают боль и дискомфорт. Ну я же говорил, я же говорил. То есть, вы знаете, я уже как-то говорил, знаете, вот если у вас что-то не получается, вот остановитесь. Или вообще ничего не делайте, чтобы не причинить себе больший вред. На ровном месте, потому что пищеварение тут посажено всей предыдущей жизнью. И его, знаете, надо взращивать, взращивать, взращивать. Я уже как рекомендую и так, и сяк. Нет, знаете, вот, вот, ну это, так я думаю, следствие вот этих всех неврозов. Когда человек перестаёт нормально мыслить, просто-напросто. Вот он что-то своё там придумывает, ещё что-то, ещё что-то. Он живёт в своей, как бы сказать, вот в своём кокуне и не выходит из него. И вот ему говоришь, 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 и всё. Блюда сложные, пить, говорю, меньше. Одно, смотрите, в 6 часов утра 220 миллилитров выпил. В 6.45 ещё 150, это 370. Так, каша потом пошла. В 11 часов он выпивает 300, так, 300, 520 уже. Потом 520 запомнили. В 16.30, 520 и 160, это 680 уже. 680, да, миллилитра выпил. 680. Потом ещё прибавляем 680 и 300, это получается 980. И ещё добавляет 220, 980, грубо говоря. Литр, литр 200. Ну куда ты пьёшь? Ну куда? Тебе что, хочется пить? Не знаю. Там, там, рамба-та-та-дамба. Там, ра-да-да-да-та-та-та-та-та. 13 февраля, значит, жиденькая каша зашла хорошо-легко, но молотые гвозди каотмин вызывают что-то наподобие жоги в области солнечного сплетения. Внимательно, по многу раз, вот эти люди, которые вот как-то так вот, вот это самое, рак яичника, вот там вот это-то, вот это-то-то. И что им, керосин выпить литр или ещё что-то там сделать? Вы сначала ознакомьтесь с темой внимательно, по многу раз. Я вот эту вот гравитационную гимнастику пересмотрел всё, что там есть в интернете, прочитал всё, что в интернете. И ещё, наверное, раз по пять пересмотрел вот это всё, чтобы у меня что-то получалось, потому что дело новое для меня. Вот что-то, чтобы у вас получилось. Ну и заканчиваем. Белый снег на землю ляжет, и грехи мои замажет. Снова чисто, снова ново, и душа запить готова. Про любовь и доброту, нежность, силу, доброту. Всё, что в небо увлекает, и с Творцом соединяет. Всё, что в небо увлекает, и с Творцом соединяет. Снова чисто, снова ново, и душа запить готова. Почувствуйте мой посыл и порадуйтесь. Именно порадуйтесь вместе со мной. Все остальные мысли, которые у вас возникнут, какие-нибудь, отбросьте. Это чистая радость. Оставьте свои сображения. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. И всегда оценивайте мои видосики. Если они вам понравились, а тем более приносят пользу, проявляете благотворительность. А если нет, я схалтулю, значит дурьку с маком. Спасибо. Спасибо.